Несмотря на похолодание, жизнь продолжается. Людям необходимо на работу, отвезти ребенка в детский сад, решить массу необходимых дел. В эти дни МЧС рекомендует лишний раз не выходить из дома, а если все же выходите, одеваться теплее. Но главное, более пристально следить за состоянием смартфона. Как можно чаще заряжать свой телефон, чтобы могли вовремя сообщить о том, что необходима помощь людям. Так как по GPS-системам, по навигаторам можно это вычислить и прийти вовремя на помощь. Еще один немаловажный совет, оказавшись в нештатной ситуации, не поддаваться панике. Лучший выход в любом случае – обратиться к специалистам. Тем более, что сделать это несложно. Нужно набрать телефон единой дежурной диспетчерской службы 112. Количество звонков увеличивается, потому что люди беспокоятся, холодно. Кому-то кажется, что батареи чересчур холодные. Какие-то простые советы, которые необходимы в этих случаях, если человек растерялся, наши операторы дадут. Если какая-то экстремальная ситуация, то опять же подключим службу МЧС, ПАТП, ГИБВД района. Никого не останусь без помощи. Всем поможем. В морозы повышается и риск пожаров. По статистике, большинство возгораний в холодные дни фиксируется в частном секторе. Это связано с перегрузками сети, куда подключаются дополнительные отопительные приборы и с неправильной эксплуатацией печного отопления. Не нужно превышать тот лимит, который предусмотрен электропроводкой, и превышать перегрузку электросетей, дабы не произошло короткого замыкания и не произошел пожар в связи с этим. Пользоваться исправными отопительными и электронагревательными приборами с тепловой защитой. В эти дни также рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле, особенно на большие расстояния. Если же ехать необходимо, нужно убедиться в исправности аккумулятора и запастись портативным отопительным прибором. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ.